ВЕПЛАБ ВЕПЛАУЗЕРА ВЕПЛАУЗЕРА Лэп Тек Эксплоурер визуализирует общее число посетителей веб-лэп онлайн и офлайн, а также фиксирует их эксперименты с инсталляциями. Каждый, кто посмотрел выставку в Музее науки, получает пластиковую карту, с помощью которой можно получить запись своих экспериментов. Она хранится на облачном сервисе Google. Искушенных интернет-пользователей и гиков выставка вряд ли может чем-то удивить. Впрочем, в Google говорят, что в первую очередь хотели заинтересовать тех, кто мало знает о современных технологиях интернете, прежде всего детей. О технологиях, которые лежат в основе каждой из инсталляций Google, на выставке подробно не рассказывают. В компании рассчитывают, что возможности роботов вдохновят посетителей музея и сайта на самостоятельный поиск информации. Экспозиция в Лондоне будет открыта для всех желающих целый год. На прошлой неделе главным героем IT-новостей стал российский разработчик Алексей Бородин. Ему удалось найти уязвимость в защите внутренних платежей Apple. В результате несколько миллионов пользователей получили свободный доступ к платному контенту для приложений из App Store. Apple приложила множество усилий, чтобы устранить недочеты в безопасности и, похоже, добилась успеха. В своем блоге российский хакер сообщил, что описанная им схема не будет работать на iPhone и iPad под управлением iOS 6, которая скоро придет на смену нынешней мобильной операционке Apple. Такой вывод Бородин сделал, ознакомившись с деталями новой версии iOS. Впрочем, пока обновление не вышло, пользователи по всему миру все так же могут бесплатно получать контент из App Store. Более того, пока компания отключала серверы и блокировала IP российского хакера, он сумел успешно применить свою схему на компьютерах Mac под управлением MacOS Line. Технология практически идентична той, что Бородин использовал в мобильной iOS. На компьютере необходимо установить фальшивые сертификаты и изменить DNS. Единственное дополнение — необходимость запуска дополнительной утилиты GrimReceiver для хранения квитанций на приобретение контента. Сообщение об обходе системы защиты покупки приложений через MacOS в Apple пока что не комментирует. А вот эксперты по безопасности поспешили предупредить, что если раньше пользовательская информация отправлялась в App Store, то теперь все данные попадают на сервер Алексея Бородина. Впрочем, обвинение в том, что ему нужна пользовательская информация, российский разработчик отрицает. Сначала об этом кричал весь интернет, что я ворую персональные данные. Но я как бы программист, и я знаю все вопросы о персональных данных. Буквально вот несколько дней назад я сделал так, что люди были обязаны выходить из своих аккаунтов, чтобы использовать мой сервис. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!